Я всех приветствую, друзья! Меня зовут Алина, и именно в этом месте мы будем вспоминать о покинувших фокус нашего внимания людях, персонажах и, возможно, даже явлениях. О, а помнишь 90-е? Помнишь ваучеры? Да, а помнишь пьяного Ельцина? Когда-то они могли быть знамениты, собирать лавры, быть объектом всеобщего внимания, но после оказывались в тени, и наша задача узнать, где же они сейчас. Где сейчас Рома Желудь? Желудь ворвался на YouTube еще в 2010 году и поймал ту самую волну, когда девственная, как и дем, площадка воспринимала практически все. Это было странное время, и тогда выстреливали действительно многие. Рома собирает толпы фанаток, попадает на... пусть говорят... В общем, очень быстро становится чем-то культовым. Относиться к этому можно как угодно, но в те годы в интернетах просто не было человека, который не знал бы его имя. Но если раньше упоминание о Желуде вызывало хоть какие-то эмоции от... любви... ...до полного неприятия и вызова фур с дизлайками, то сейчас не вызывает абсолютно ничего. Для того, чтобы понять, как это случилось и что происходит сейчас, давайте рассмотрим три направления его деятельности. Ну какой из тебя? Видеоблогер. Несмотря на высокий уровень медийности и в принципе узнаваемости, на канал Желудя спустя 7 лет подписано более 700 тысяч человек. Ролики имеют совершенно несоотносимые просмотры и не имеют какого-либо тематического уклона. Блог Желудя представляет собой сосредоточенный на персоне контент, подача которого не претерпела никаких серьезных изменений. За все это время вокруг Ромы крутилось множество скандалов. Избиения, слухи о злоупотреблениях, интриги, блокировки за непотребщину. Ну и в целом риторика Романа не отличается корректностью и имеет очень много отталкивающих повадок. Я не в ротик там или кто там... или в ротик, я не знаю. Ну какой из тебя? Кроме ремеслоговорящей головы, Роман опробовал себя и в роли певца. Что же происходит в настоящее время? Да, это было взято уж у рыб. На сегодняшний день Романе мало времени посвящают созданию новых треков. Я живу в своем мире сейчас. Я делаю техно-альбом очень мега танцевальной музыки. В России я такого не слышал ни у кого. Новый альбом Желудя будет называться «Клубная программа». И надо сказать, что несколько уже залитых в сеть треков звучат действительно неплохо. Так что здесь заведовать музыкой буду я. Ну и третье направление придется обозначить, как Рома хватается за все подряд. Желудь позирует для рекламы обуви, ловится на локальных выступлениях. Буквально пару месяцев назад он выступал в Петербурге. Придумывает псевдонимы вроде Тони Фиаско, что неизвестно, чем мотивировано и зачем абсолютно ничего не следует. И также имеет свой сайт Acornville, где всего за 100 долларов можно выиграть, например, свидание с ним в ресторане, сняться в клипе, попасть к нему в друзья или же... Также нередко Рома встречается и на телепередачах. Из последних «Россия-1» и «Вечерний Ургант». В общем, Рома и модель, и певец, и астролог, и видеоблогер, и ваш потенциальный продюсер. Приезжайте ко мне записывать песни, друзья. Я, кстати, вполне мог бы стать продюсером. И от этого можно плавно перейти к выводу. Довольно короткий период Джолудь был кумиром всей понятной аудитории со всем понятной мотивацией. И до Джолудя, и после него на сцене появлялись и будут появляться персоны, исполняющие конкретные медийные заказы. В этом случае он был удачно нацелен на молодых романтичных барышень, которые просто по своей природе в этом возрасте склонны идеализировать и восхвалять кумиров. Проблема кроется в том, что для общения со своей аудиторией кумиру необходимо лезть в творчество. И если искренний творец действует ради самой деятельности, то кумир и идол все свои потуги прилагают к самопрезентации, от чего сыпется идея, качество и хоть какой-либо смысл. Ну а как гласит старая китайская поговорка, если хочешь быть хейтером, то просто сядь на берегу реки и жди, когда истерзанные и потрепанные временем медийные трупы проплывут мимо тебя. Что же касается Ромы, у этого парня как минимум есть веселая история из молодости для своих внуков. Рома успел побывать на пике популярности и утратить ее. Мои цифры начали идти вниз, и я не понимал, зачем вообще тогда я все это делаю. В какие-то моменты я правда уже был на грани того, чтобы удалить канал и уйти из интернета. Подобный опыт, полученный еще в юности, придал ему искренности и научил ценить внимание аудитории. Я безумно рад, что независимо от всего я продолжаю сотрудничать с брендами машин, я с алкоголем. Это все как в мечте, потому что это то, чего я хотел. Сейчас он живет своей жизнью между Москвой и Калифорнией, занимается музыкой, общается с проверенными временем поклонниками и, конечно же, делает фото в Инстаграм. И в целом Рома демонстрирует пример человека, достойно пережившего шквал популярности, не пускающегося во все тяжкие ради привлечения внимания и тихо, спокойно занимающегося своим делом. А медийные тиски, ловушка образа и постоянно всплывающие личные рефлексии — это уже не наша история. Сегодня мы вспомнили Рому Желудя. Если такой концепт кажется вам перспективным, то оставляйте комментарии и пишите, кого или же что мы с вами можем вспомнить в следующий раз. На этом я с вами прощаюсь, до скорых встреч!